Коллеги, мы рады вас приветствовать в нашем вебинаре, который называется «8 правил примирования работников». Зовут меня Светлышева Ольга Юрьевна, и я преподаватель Центра компьютерного обучения «Специалист» ПримГТУ имени Баумана. Нашему центру уже более 27 лет, в этом году исполняется 28 лет. У нас очень много всяких направлений деятельности, курсов, выпускников и более 250 преподавателей. Одним из которых и являюсь я. Это мои регалии. Напоминаю, что зовут меня Ольга Юрьевна Светлышева. Опыт работы начиналось с преподавания в высшем учебном заведении, затем, окончив годичные курсы ПримГТУ имени Ломоносова, по направлению кадровый менеджмент ушла в HR. HR – это Human Resources, человеческие ресурсы. Так называют менеджер по персоналу, HR директоров и так далее. На сегодняшний день я веду курсы по разному направлению, консультирую, публикуюсь. Курсы в нашем центре, я только в нашем центре сейчас преподаю, потому что нагрузка большая, больше просто сил нет ни на что. Вот только на наших слушателей. Курсы по управлению персоналом для менеджера персонала, директоров и персонала HR бизнес-партнеров. И кадровые курсы для тех, кто оформляет трудовые отношения. Мои контакты – это адрес моей электронной почты, корпоративной почты. На заключительном слайде также будет моя почта. К слову сказать, все, кто здесь присутствует, могут получить эту презентацию. Я размещу в вашем личном кабинете, она вам будет доступна. Ну и еще наш рекламный отдел, наверное, тоже будет рассылать. Так что презентацию вы получите. Если кто-то не получит, но очень-очень нужно, напишите мне по этому адресу, я вам вышлю. На сайте специалист.ру, на главной странице у каждого преподавателя есть своя страничка. У меня тоже есть, приходите, смотрите. В социальных сетях тоже я веду активность. И, например, на сайте ВКонтакте у нас есть клуб, HR-клуб для наших слушателей, для наших выпускников. Присоединяйтесь, будем рады. Давайте я вам в личном кабинете размещу ссылку, и вы по этой ссылке сможете пройти в клуб. Хорошо? Сразу же после семинара я это размещу. А вообще он называется HR-клуб специально. На нашем сайте также есть путеводитель по курсам. Это такой достаточно новый путеводитель. Наши рекламщики постарались, мне он очень нравится, потому что здесь сразу все понятно. Тут две части. Первая часть. Вот три человечка в шапочках – это дипломные программы. Ну а без шапочек – это треки, так называемые треки. Так вот, сегодня мы будем говорить о премировании. И эта тема раскрывается в разных курсах. Если кого-то интересует, первый курс – это менеджер по персоналу уровень 1. Там у нас есть целая тема про мотивацию, в том числе и материальную мотивацию. Трек, который называется «Специалист по организации и оплате труда с использованием автоматизированных систем кадрового учета». Здесь эта тема рассматривается. Ну и вот вторая часть этого путеводителя. Здесь есть семинар-практикум построения эффективной системы оплаты труда. Типичные ошибки и практические рекомендации. Он рассчитан на 16 академических часов, то есть 2 дня полностью. Если по вечерам, то по 4 часа, 4 раза, 4 вечера. И здесь же у нас есть управление персоналом мотивации, ключевые показатели эффективности, KPI, ключевые показатели эффективности, и менеджер по компенсациям и льготам. Именно так называется одно из направлений нашего профессионального стандарта. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом». Вот одно из направлений. Так что во всех этих курсах так или иначе затрагивается эта тема. Но в основном, конечно, это в семинаре-практикуме, потому что он полностью посвящен именно теме построения эффективной оплаты труда. Кому это будет полезно? Тем, кто занимается собственными кадрами, специалистам по кадрам, менеджерам по кадрам, директорам по персоналу, HR-бизнес-партнерам, безусловно, руководителям организаций, которые утверждают систему оплаты труда. Они должны знать определенную информацию, потому что иначе они могут принять неверное решение, но и в результате будут большие проблемы. Об одном из таких решений я сейчас вам расскажу. Владельцы бизнеса, которых хотят сохранить свой кадровый резерв, в том числе руководителям структурных подразделений, потому что у них тоже есть человеческий ресурс, которыми они управляют, естественно, должны быть мир. Ну и, конечно же, всем, кто интересуется этой темой, всегда рады. Документы об окончании, которые вы получаете после окончания наших курсов, либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Это два разных документа. Диплом по статусу выше и подчетнее, скажем. Если вас интересуют особенности между этими документами, разница, обращайтесь к нашим менеджерам, они расскажут либо ко мне, я тоже вам все расскажу. Итак, реальная история, которая произошла в одной организации. Реальная история заключалась в том, что в этой организации работали менеджеры по продажам. И в какой-то момент их продажи стали падать. Система оплаты труда была не очень такой совершенной. И тогда генеральный директор пригласил трех заместителей генерального директора. Это HR директора, коммерческого директора и финансового директора. Ну понятно, что все люди так или иначе имеют отношение к оплате труда. И поставил перед ними задачу. Задача звучала примерно следующим образом. Необходимо разработать систему оплаты труда таким образом, чтобы менеджеры по продажам увеличили продажи как можно быстрее, вот здесь и сейчас, чтобы прибыль пошла прям балом. И за это они будут получать какой-то процент, какой-то бонус. Эти умные люди, ну действительно умные, это без сарказма, собрались, думали, рассчитывали все. И какую-то новую формулу вывели, такую, на их взгляд, очень эффективную, по которой будут рассчитываться вот эти бонусы для менеджеров по продажам. И вот в этой истории очень много ошибок, о которых я сейчас расскажу. Я буду говорить о тех правилах, которые надо применять при оформлении премии работникам. Так вот, в этой истории очень много ошибок, в том числе, например, одна из ошибок – это то, что не было мониторинга, то есть апробации не было. Придумали эту формулу, принесли генеральному директору, и говорили, о, супер, это мне нравится. Ну, в общем, убедили его и сразу же ввели, не подумав о том, какие будут последствия. А последствия были печальные. То есть нет, эта формула сработала, и действительно прибыль пошла огромная, вот быстро, вот все прям заработало. Но и процента тоже надо платить. И когда генеральный директор увидел вот этот процент, которым надо оплатить бонусный, да, менеджерам по продажам, он такой, нет, ребят, да что вы, это там по три, по четыре зарплаты я в месяц вам должен еще выплатить. Нет, так дело не пойдет. Не хочу, не буду. Делайте, что хотите, опять же, он говорит этим людям, но объясните людям, что они этих денег не получат. Как вы понимаете, еще одна ошибка была совершена, потому что если человеку пообещали и не дали, то, естественно, это закончится плачевно. Как вы думаете, чем все закончилось? Войнили суды. Да, и самое главное, что, ну, судов, слава богу, не было тогда. И дело в том, что вот те люди, о которых мы говорим, это менеджеры по продажам, они достаточно самодостаточные, да, то есть они, как правило, не очень-то судятся, говорят, ах, не устраивает, ну не надо, мы пойдем в другое место, потому что они достаточно востребованы, на другом месте заработаем. Судов не было, правда, жалоб тоже не было, вот просто они так хопнули дверью и ушли. И в результате получили то, что получили. Ни продаж, ни людей нужно было набирать, а все остальные были демотивированы, и, конечно, было неприятно, потому что одним пообещали не выполнить, значит, и мне могут пообещать, и не выполнить. В общем, вот такая вот печальная история произошла, и я думаю, что многие могут нечто подобное рассказать из своей практики, потому что я общаюсь с нашими слушателями, и периодически слушатели мне об этом рассказывают, о том, что у них неправильно выстроена система оплаты труда, что делать, они не знают. Но здесь самое главное, надо, чтобы лицо, принимающее решение, четко понимал, какие шаги надо предпринимать для того, чтобы не было подобных историй, демотивации и всего прочего. То, что HR это знают, это хорошо, это прекрасно, но HR надо еще убедить в лицо, принимающее решение. Итак, давайте рассмотрим 8 правил премьирования работников. Правило первое. Сейчас мы их перечислим, а потом о каждом я расскажу. Необходимо выделить составные части заработной платы, чтобы четко понимать, что такое бонус, что такое премия, что такое надбакка. Второй момент, это то, что необходимо понять цель мотивированного работника. Сейчас посмотрим, что будет, если неправильно поставлена цель. Третье, это определить категории работников для премьирования, потому что понятно, что топ-менеджмент и менеджер по продажам или, скажем, бэк-офис совершенно по-разному должны системы выстраиваться в премьировании. Необходимо учесть особенности премьирования, для того, чтобы эта процедура была эффективной. Пятое, надо разработать премиальную часть оплаты труда, она может быть разной. Надо подготовить документы для изменения системы оплаты труда, это тоже очень важно. И вот, помните, я про премьирование говорила, вот обязательно, при внедрении надо сначала проверить, как она работает, один месяц, два, три месяца и только после этого вводить. Ну и, конечно, постоянно мониторить эффективность премьирования, потому что сегодня она эффективна, завтра эта система может быть неэффективна. Итак, по одному. Первое правило, выделить составные части заработной платы. Нам надо четко понимать, что относится к заработной плате. Согласитесь, что не каждый человек работает только за деньги. Есть люди с определенной мотивацией, инструментальной, которые пришли только зарабатывать деньги, но есть и другие люди, которые кроме денег хотят еще кто-то уважения, кто-то статуса, кто-то власти, кто-то интересных задач, кто-то хороших отношений там внутри коллектива и так далее. Правда? Поэтому для того, чтобы мотивировать, вот компенсационный пакет, когда человек приходит на работу, он состоит из четырех составляющих. Это фиксированный отлад, который мы прописываем в штатном расписании. Это переменная часть, частично она прописана, частично нет. В штатном расписании только надбавки из переменной части. Это социальный пакет, бенефиты различные, льготы, например, добровольное медицинское страхование, оплата обедов и так далее. И, наконец, немонетарные программы, различные конкурсы, грамоты и все прочее. Сегодня мы будем говорить только о переменной части, частично затрагивая фиксированный отлад. Об этом говорить не будем. Просто нужно помнить, что это тоже очень важная составляющая. Ну и поскольку мы работаем все-таки в рамках трудового законодательства, то вспоминаем 129 статью Трудового кодекса, которая делит всю заработную плату или оплату трудоработника это синонимы, на две части фиксированную и переменную часть. К фиксированной части относятся окладная часть, тарифная ставка и так далее. Вот именно то, что мы фиксируем в штатном расписании. Ну а к переменной части в 129 статье переменная часть разделена на две части. Компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Компенсационные, все, что касается трудового законодательства, мы должны выплатить работнику, если он работает в особо климатических условиях, допустим, в районах правильного севера, правильно? На отбавке. И стимулирующие доплаты это то, что работодатель сам придумывает у себя в организации, чтобы его работники лучше работали. Ну, опять же, то, о чем мы будем говорить, относится вот сюда, к стимулирующим выплатам. Итак, мы выделяем элементы заработной платы, постоянные и переменные, и к стимулирующей части относим премии и бонусы. Надбавки тоже относятся к стимулирующей части. То есть работодатель может установить надбавки. Например, надбавка за старшую работу в организации. Может? Может. Или надбавка за уровень образования или за знание иностранного языка. Правильно? Может? Может. Но при этом вот эти надбавки не будут стимулировать работников достигать каких-то целей. Потому что они даются за уже прошлые заслуги. Я знаю английский язык, поэтому у меня надбавка. Я отработал 10 лет в организации, поэтому у меня надбавка. Правильно? То есть просто поддерживать. А вот премии и бонусы, они интереснее в этом смысле. Потому что это тот самый рычаг, при помощи которого можно выстраивать правильное производственное поведение. И мы переходим плавненько ко второму правилу. Второе правило звучит так. Понять цель мотивирования работников. И сейчас я попрошу вас выполнить работу, подумать, как можно мотивировать работников в зависимости от того, какие цели могут стоять перед организацией. Мы выделили четыре задачи. первая задача. Нам надо увеличить производительность труда. Например, если мы говорим в нашем центре, то нам надо, чтобы у нас было больше слушателей. Второе. Улучшение качества товаров. Мы хотим, чтобы наше преподавание было более качественным, чтобы люди были довольны, приходили, возвращались, и какие-то хорошие отзывы оставляли там вовне. Лояльность компании. Мы хотим, чтобы наши работники, преподаватели и менеджеры, чтобы они долго работали и гордились своей организацией. И еще мы хотим, чтобы люди, которые у нас работают, были инициативны, что-то интересное такое предлагали, с горящими глазами, креативили и так далее. Теперь смотрите, вот здесь я сейчас перечислю те самые составляющие компенсационного пакета, о котором мы говорили, и попрошу вас подумать, какие из них будут работать для выполнения этой задачи. Первое, это оклад, это самая постоянная часть. Второе, разные виды премий. Третье, бонусы. Премия, как правило, составляет определенную сумму. Допустим, ежеквартальная премия в размере 30% от оклада. А бонусы, это процент от прибыли. Допустим, продал товар и процент, бонус на процент получил. Надбавки, о них я уже сказала, да, за какие-то заслуги, которые были, ну и соцпакет, такие как бесплатные обеды, проезды и все прочее, тоже, вы, наверное, об этом знаете, льготы, различные бенефиты. Теперь вопрос. Для того, чтобы увеличить производительность труда, то есть, чтобы у нас, в нашем центре, было, допустим, больше слушателей, что мы должны предложить нашим работникам из перечисленного здесь. Коллеги-выминористы тоже можете писать, прочитаю. Ну, оклад, он подразумевается сам собой. Угу. Вы можете, бонусы, конечно. Бонусы. И премии тоже, конечно. И премии. Проверяем? Да? Все правильно? Все правильно. Оклад не будет мотивировать, потому что он неизменный. Да? Вот как был заложен, так и есть. Надбавки за прошлый, соцпакет, другие цели. Сейчас посмотрим, какие премии, бонусы. Да, это мотивирует. Следующая задача. Для того, чтобы улучшить качество наших курсов, например, что мы можем предложить нашим работникам? Это то же самое. Ну, тоже. Все то же самое. Проверим. Вот, два, три. О-о-о-о. Смотрите, премии, да, безусловно, хорошо работаю, премию тебе. А почему надбавки, а не бонусы? Как вы думаете? Квалификация. Потому что здесь может быть надбавка за квалификацию. Чем выше квалификация у человека, тем лучше, наверное, качество он будет, да, товары или услуг представлять. А бонусы, процент от продаж здесь не получится. Вот. Вот здесь, да, процент от продаж может быть. Чем больше курсов провел, например, да, тем больше, допустим, получил. А здесь только отзывы и отклики клиентов довольны, недовольны. Далее, лояльность в компании. Мы хотим снизить кучу персонала, мы хотим, чтобы люди долго работали и были счастливы здесь. Что будем использовать? И надбавки, верно. А надбавки какие? За ту же старшую работу. Например, за старшую работу в компании. Ну и соцпакет, конечно, тоже. Это лояльность компании, да. То есть именно в этой компании у нас есть вот такие-то льготы. Ну а если мы хотим, чтобы люди инициативны были, чтобы не предлагать? Премии. Премии. Достаточно премии? Ну и бонусы, конечно. Бонусы, конечно. Проверяем? Я с вами не совсем. Сейчас обсудим. Одну секундочку. Итак, проявление инноваций и креатива. Действительно, если человек какую-то идею предлагает, его надо поощрить. Премии. Разве, допустим, да. Если мы внедряем его идея и она начала работать, то вот, пожалуйста, процент от прибыли, например. А почему бы и нет? Итак, мы здесь видим, подводим итог. В зависимости от целей и задач поставленных мы будем использовать тот или иной элемент компенсационного пакета. Идем дальше. Правило третье. Определить категории работников для премирования. Мы сейчас всех работников грубо разделим на несколько категорий. У нас вот такая вот пирамидка будет. Это высшее руководство. Это менеджер по продажам. Это поддерживающий персонал, так называемый бэк-офис, которые не работают с клиентами, но обслуживают, например, бухгалтерия, кадры и так далее. И линейный персонал, который помогает нам чистоту наводить, там водители и так далее. Вопрос. В каком соотношении должны быть постоянные переменные части для высшего руководства? Заработная плата 100%. В каком соотношении в этих 100% в сумме должно получиться 100% для руководства премии и оклад? Вы имеете в виду высшего руководства, это наемные персоналы, он не собственник. Собственник тоже может быть наемный, генеральный директор, допустим. Да, но мы его рассматривать не будем, потому что это будет некорректно, наверное, да? У него другие там мотивационные системы. Итак, в каком соотношении? Сколько надо платить постоянной части, ежемесячный оклад и переменной части? Я бы на 80 на 50 поставила. Почему? Ну, он должен, это человек в любом случае, ну, или группа людей несет ответственность, значит, это должно быть, их ответственность презюмируется вот этой суммой приличного оклада. А для того, чтобы у них была мотивация показывать другим пример и быть вот этим энерджайзером, да, значит, у них тоже должна быть серьезная мотивация от прибыли, там, от достижения каких-то результатов и тому подобное. Я бы это поставила вот для высшего руководства вот наравнив. Мы с вами согласны, потому что они разрабатывают стратегии и, конечно же, если мы дадим 100% постоянной части, они не будут мотивированы на достижение каких-то целей, они будут сидеть на этом окладе и все, и радоваться, да, и платить оклад, так далее, 50 и 50. Менеджер по продажам соотношения. Какая часть больше, какая меньше? 50 и 80, так далее, премия, бонус. То есть в этом случае мы больше даем переменную часть, меньше, согласна. Соотношение может быть абсолютно разное. И так, как вы сказали, 20 на 80, и 30 на 70, и там 40 на 60, и может быть 10 на 90, и даже 100% премия, переменная часть, там бонусная, допустим, и 0 оклад. Такое тоже, допустим, это называется комиссионная оплата труда. Поддерживающий персонал соотношения. Здесь большая часть должна быть оклада и гораздо меньше должна быть стимулирующая. Почему так? Хотя, если есть какие-то отдельные задачи, которые стоят как проектные какие-то мероприятия для компании или для подразделения, то там это соотношение может меняться в зависимости от конкретной локальной цены. Согласна. А по общим правилам, почему постоянная часть должна быть у них больше, а переменная меньше? Потому что они, как правило, ведут фиксированный объем и фиксированная ответственность. Соответственно, у них вот эти вот, ну скажем, ориентиры переменчивые, да, вот такие, которые изменяются, у них не так явно выражены в работе. То есть, независимо от того, есть прибыли или вы, так бухгалтер все равно будет делать то же самое объем работы и считать ту же самую заработную плату или те же комиссионные для менеджеров по продаже. Абсолютно верно. То есть, если менеджеры по продаже показывают прямое, влияние на прибыль, да, на получение прибыли, то поддерживающие косвенное. Понятно, что мы тоже, да, здесь играем какую-то роль, но не прямую, а именно косвенную, опосредованную. Ну, или не на персонал, даже спрашивать не буду, понятно, что 100%, потому что у них и так зарплаты небольшие, мроты и так далее, ну, а премия может быть какая-то индивидуальная, например. Вот это тоже следует учитывать. Далее, правило четвертое. Учесть особенности премирования. Что значит особенности? Это вот некие правила, которые мы должны соблюдать. Например, премия не должна выплачиваться регулярно. Если у нас вся заработная плата разделена на постоянную переменную часть, ну, допустим, вот как мы смотрели, 70 на 30, и эта премия ежемесячно выплачивается, просто в одном размере, и, собственно говоря, ничего не меняется, то в этом случае она уже приравнивается к постоянной части и не оказывает никакого мотивационного действия. Верно? Человек привыкает к этому. Размер... Очень ощущается, как наизимая. Да. И вот это опять демотивация, которая ни в коем случае быть не должна. Совершенно верно. Размер премии это стимул для дополнительных усилий. Например, если у работника оклад 50 тысяч рублей, а премия 500 рублей в месяц или там в квартал, как вы думаете, он будет вообще обращать внимание на эту премию? Потому что она вообще для него он ее даже не чувствует. Никакого стимула для дополнительных усилий нет. Необходимо учитывать тип трудовой мотивации сотрудников. Сегодня я вам уже говорила о том, что у каждого человека есть свои цели, своя мотивация. Есть разные тесты, определяющие тип трудовой мотивации, в частности Владимира Герчикова по типу трудовой мотивации, где он разделил всех работников на 5 групп. это инструментальный тип, который пришел зарабатывать деньги, это профессиональный тип, которому интересно выполнять какие-то задачи, патриотический, который работает именно в этой компании, потому что хорошие люди и компания, хороший патриот такой, да, это хозяйский тип, которому требуется зона ответственности, за которую он будет нести полную ответственность, ну и свобода действий. И еще один тип, пятый, называется люмпенизированный. Это люди, которые ничего не хотят и все, что бы мы ни говорили, это все подвергается вообще критике. Все плохо, учиться не хочу, денег получаю мало, потому что там олигархи виноваты, президент, там еще руководитель, ну, не важно, жена, все вокруг виноваты. Да, как правило, это линейный персонал, это вот совсем-совсем линейный персонал, который долгое время выполняет одни и те же функции и естественно не растет, не развивается и уже все, и не может уже развиваться. Чистых типов нет. Есть смешанные типы и, как правило, какой-то ведущий. Все равно ведущий тип есть, там тот же самый люмпенизированный, его можно определить. Ага, люмпенизированный. Так вот, сколько бы мы не платили премию люмпенизированному типу, лучше он работать не будет. Поэтому здесь надо четко понимать, в каком соотношении мы будем платить премии, не платить. Вот инструментальному типу очень хорошо бонусы платить, потому что они готовы ради денег работать, зарабатывать и так далее. Еще одна особенность, эта премия не должна использоваться в качестве инструмента отрицательной мотивации. Ну, типа, платили-платили вот эти 30% свои, да, а потом раз и депренировали. За что? Ну, там, опоздал на работу, что-то не так сделал, не так посмотрел, не то сказал и так далее. Конечно, это нарушение трудоводского надательства, во-первых, а во-вторых, это нарушение правил менеджмента. Если мы хотим, чтобы люди были мотивированы, и текущая часть кадров у нас была невысокая, то в этом случае депренирование вообще запрещено. Ни в коем случае. Период между выполненным заданием и выплатой премии должен быть минимальным. Если сегодня человек сделал нечто такое, а мы ему только через 5 лет за это заплатили, он уже забудет. И, естественно, за эти вот, я опять же утрирую, за эти 5 лет он не будет принимать никаких усилий для того, чтобы еще раз что-то хорошее сделать. Поэтому период должен быть минимальным. Ну и, конечно, конкретика. В одной организации, где я работала, мне периодически на карту что-то капало. Какая-то небольшая сумма, ну приятно, пусть небольшая, но приятная. И вот чуть ли не каждый день кап-кап-кап-кап. И когда я обращалась к экономистам, говорю, объясните мне за что, за какие мои заслуги. Они мне объясняли, вернее пытались объяснить. Ничего не понимала, потому что вот так все запутано было, так все закручено. И я даже не понимала, что мне надо сделать, вот какой такой у меня KPI есть, чтобы как-то увеличить, ну или не уменьшить, по крайней мере. То есть мне это было все непонятно. Поэтому, когда мы разрабатываем ключевые показатели эффективности, они должны быть понятны и доступны человеку, чтобы он понимал, ага, я закрою столько-то вакансий, я продам столько-то, ну, я буду соблюдать там дисциплину трудовую, и мне за это что-то будет. И вот, пожалуйста, бонус, бонусное или премия. Это результат. И когда мы разрабатываем систему оплаты труда, нам надо четко определить, какие критерии, по каким критериям мы будем рассчитывать вот этот результат. Ну, естественно, потом из него бонус. Это могут быть ключевые показатели эффективности, K-performance educators, бизнес-показатели. Это могут быть смарт-поручения инициативы. Смарт – это методика, по которой ставится задача. Например, допустим, создать положение об оплате труда до такой-то даты и утвердить у руководителя. Вот это смарт-задача. Это не КПА, это смарт-задача. Стандарты. Стандарты работы. Например, у нас есть правило внутреннего трудового распорядка, это стандарт. Ну, или, скажем, у продавцов есть какие-то стандарты, и так далее. И вот установив вот эти составляющие, мы подсчитываем результат и бонус тоже рассчитываем, исходя из этого результата. Пятый. Пятое правило – разработать премиальную часть оплаты труда. Каким образом это делается? Во-первых, мы должны определить размер премиального фонда, источник премии, потому что премии бывают разные. Сейчас я вам покажу, какие. Во-вторых, необходимо утвердить структуру переменных выплат для различных категорий работников. Вот то, о чем мы с вами говорили. Именно структуру. Соотношение, за что будем платить и так далее. Ключевые показатели, может быть, какие-то. И зафиксировать основные показатели эффективности. Обратите внимание, когда мы устанавливаем переменную часть, а туда входят и премии, и надбавки, то мы учитываем следующее. Надбавка, как я уже говорила, это за уже достигнутое что-то, поэтому она небольшая, 5-15%, а премия, если она регулярная, то где-то 20-30%. Понятно, что годовые премии, они могут быть и больше, бонусы, естественно, тоже больше и так далее. Так вот, что такое прибыль? Прибыль – это доходы, которые получила организация, минус расходы, которые она понесла для получения этих доходов. И вот премия может быть рассчитана из расходов, например, та самая постоянная премия, 70 на 30, помните, мы говорили, ее же можно рассчитать? Можно. И она закладывается в фонд оплаты труда, в расходы. И здесь вот зарплата, вот премия может быть. И из прибыли, а это будет называться бонусы. Бонусы мы пока посчитать не можем, мы можем только какой-то процент установить, и потом, когда будет прибыль, какое-то количество, мы оттуда уже будем этот процент выделять в виде премии. Поэтому вот разные источники могут быть. Шестое правило – подготовить документы для изменения системы оплаты труда. Когда мы ее разработали, поняли, какие у нас будут ключевые показатели, как мы будем его плачивать, в какие сроки и все прочее, нам необходимо грамотно внедрить изменения. Во-первых, должен быть локальный нормативный акт о системе оплаты труда. Это требования Трудового кодекса Российской Федерации. Второе, мы должны уведомить работников о том, что у них изменяются условия оплаты труда. Например, у них был просто оклад, а теперь еще и премиум. И, конечно же, к каждому трудовому договору необходимо соглашение заключить с работниками. Как это выглядит? Локальный нормативный акт должен быть утвержден руководителем организации. И в этом локальном нормативном акте должно быть все четко прописано, что мы выплачиваем, кому выплачиваем, в каком там размере, какие там формулы и так далее. В трудовом договоре, который мы заключили с работником, вот при заключении трудового договора, мы отразили, что есть у него оклад 50 тысяч, но нет никаких компенсационных стимулирующих выплат. Они не имеются. Когда мы меняем условия, мы должны сделать соглашение к трудовому договору, где прописать, что работнику устанавливаются стимулирующие выплаты, например, ежеквартальная премия в размере 50% от оклада при условии выполнения ключевых показателей эффективности. А что это за ключевые показатели эффективности? Это мы прописываем в положении об оплате труда, с которым тоже его знакомим. Седьмое. Грамотно внедрить изменения. Что такое грамотно внедрить? Я вам на примере показала, что значит неграмотное внедрение и каким печальным последствиям может это привести. Первое. Перед тем, как вообще устанавливать, разрабатывать какую-либо систему, надо, наверное, спросить тех самых людей, для которых мы это делаем. Не самим сочинять, потому что мы-то можем сочинять, но не факт, что им все это понравится. А просто спросить, а что вы хотите? А потом из того, что они хотят, уже, сейчас я тоже пример приведу, уже выбирать то, что мы можем сделать для вас, а что не можем. Ориентироваться на рынок. Ну, естественно, рынок обязательно учитываем, конечно. Затем, обязательно вовлекаем руководителей структурных подразделений в проектную группу, потому что именно они будут проводниками всего, что мы там с вами нафантазировали. Правильно? Если они не примут это как свое, значит, они могут просто саботировать. Далее мы информируем работников под подпись, проводим апробацию испытания новой системы и обещаем работникам, потому что любое внедрение вызывает сопротивление. Это нормально. Это выход из зоны комфорта, даже если что-то очень хорошее, надо же проверить, а вдруг это не очень хорошее. Поэтому мы даем работникам шанс. Вот этот переходный период, допустим, от трех меньше одного квартала, я не рекомендую этого делать и больше года тоже. Вообще вот 3-6 месяцев это оптимально. А мы говорим, что у нас сейчас проект проходит и в случае, если по новой системе расчет будет меньше, чем вы получали до этого, мы вам выплатим ту сумму, которую вы получили бы работой по старой системе. То есть вот на эти 3-6 месяцев заставляем. И затем смотрим, если да, действительно все работает, значит уже через 3-6 месяцев мы переходим на новую систему. Разработать, согласовать, утвердить локальный нормативный акт, ознакомить работников и определить основные показатели эффективности новой системы оплаты труда. То есть здесь имеется в виду, как мы будем понимать, что новая система хорошо работает или плохо. По поводу опроса об удовлетворенности. Мы проводили такие опросы, я просто покажу, как можно формулировать вопросы в этом опроснике. Можно просто спросить, устраивает, не устраивает, нравится, не нравится. И они отвечают, например. Можно спросить, что именно вы хотели бы. И как вариант можно перечислить, либо дать возможность вот им самим все это написать. Тоже вариант. А потом посчитать, что они действительно хотят. И третий подход – это проранжировать. Это называется ранжирование. Мы перечисляем то, что важнее всего в работе, а человек выбирает, что для него действительно важнее. На первое место ставит, допустим, приоритеты, от 1 до 10. 1 место – это больше всего привлекает, 10 – менее всего привлекает. И вот таким образом расставляют то, что кому нравится. Таким образом, собрав эту информацию, мы можем понять, что хотят наши работники. А потом уже, разработав систему, объяснить, что это вот ваши пожелания, мы их доработали, переработали, и вот, пожалуйста, получите. Согласно 74 статье Трудового кодекса, это грамотно внедрять изменения, мы должны предупредить не менее чем за 2 месяца об изменении условий Трудового договора. Например, вот таким уведомлением. Пример уведомления, где мы все четко прописываем, все даты, что случилось, ссылаемся на Трудовой кодекс, что нужно сделать. Например, при отказе от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий Трудового договора, в случае, если человеку не понравится что-то, Трудовой договор прекращается в соответствии и так далее. То есть он должен понимать, что если он отказывается, значит система все равно будет работать, а он будет искать другое место работы. И, наконец, правило восьмое. Разработали систему, она хорошо работает, все прекрасно, но как мы поймем, что она через год, через два, через 10 лет работает или надо ее менять? Для этого необходимо постоянно мониторить эффективность премирования. Периодически проводить опрос об удовлетворенности. Часто, конечно, не надо, но, скажем, раз в год, предположим. И еще, вот очень важное правило при проведении опросов давать обратную связь. Если мы к вам пришли и сказали, вот заполните, пожалуйста, вы заполнили, вы собрали и тишина, то человек скажет, а чего я это заполняла? В следующий раз, когда мы придем, он скажет, что я не хочу заполнять, мне некогда, правильно? Он не будет мотивирован на это. Поэтому нужно объяснять. Собрали, обработали и сказали, большое вам спасибо, мы разработали новую систему оплаты труда по вашему. Или, вот эта система хорошо работает, поэтому мы продолжаем. Или эта система плохо работает, будем что-то менять и так далее. Обратная связь обязательно. Выходные интервью. Это означает, что когда работник увольняется, неважно, по какой причине он увольняется, мы его увольняем, он сам увольняется, это не имеет значения. Мы всегда должны проводить выходной интервью для того, чтобы, во-первых, снять весь негатив, чтобы он здесь выплеснул, а не где-то там, и получить вот тут честную информацию, которую мы можем вот здесь и не получить полностью. Потому что пока работник работает, он может опасаться каких-то санкций со стороны руководства или еще чего-то. Я сейчас напишу, что я недоволен, и, значит, меня накажут. А когда человек увольняется, ему же терять нечего, и он всю правду нам будет говорить. И, ну, я вот эти расскажу. Остальные нет, потому что несколько критерий. Первое – это рекомендации. Сейчас я вам скажу правду, а потом какие я получу рекомендации. Вот тут очень много фактов. Конечно. А вот для этого… Потому что мир Тейсен еще неизвестно как-то, когда и с кем. Я услышала слово «напишет». Я услышала слово «напишет». Нет, мы не будем заставлять писать. Дело в том, что при проведении выходного интервью тоже есть свои правила. Первое правило. Если вы хотите получить правду, то интервью должен проводить не лицо, принимающее решение, а какой-то не очень значимый человек, но которому очень доверяют. Например, менеджер по персоналу, с которым сложились такие нормальные отношения. Второе правило. Вы правильно сказали. Писать я не буду, но устно я что-нибудь скажу. Ну и так далее. Там несколько правил по поводу выходного интервью. И выходное интервью, вот еще одно очень важное, да, момент, проводится тогда, когда уже все решено, когда, вплоть до того, что трудовая книжка на руках. То, чтобы не получилось так, что и рекомендательные письма, и все прочее. Ну, если по правилам провести, работает. Чем больше информации мы соберем из разных источников, чем больше инструментов мы будем использовать, тем больше гарантий, что валидность вот этого всего, достоверность, она будет более такой. Понятно, что все 100% не могут ответить, да или нет. Будет какой-то разброс, но нам это ведь тоже важно, да. Ну и статистика результативности. Стали ли мы лучше работать после того, как внедрили эту систему, или все осталось на прежнем месте, или даже еще хуже стали работать. И таким образом мы вот все это должны учитывать. Итак, 8 правил премьирования. Составные части выделяем, цель мотивирования выясняем, категории работников, особенности премьирования учитываем, разрабатываем переменную часть, премиальную часть, готовим документы и грамотно внедряем изменения. Ну, а также держим руку на кухне, чтобы понимать, как она работает. Я вам рекомендую, для того, чтобы лучше разбираться в этом деле, конечно же, в рамках законодательства этот трудовой кодекс Российской Федерации. Кто еще не дружит, очень рекомендую подружиться, потому что там много информации по поводу того, как правильно оплачивать нужно. Также я рекомендую книгу, замечательную книгу, я ее очень люблю, это Елена Витлужских, называется «Мотивации и оплата труда». Витлужских Елена. Чем мне нравятся ее статьи, кстати, у нее есть свой сайт, тоже можете зайти, набрать Елену Витлужских, и она там очень интересную информацию размещает. Мне нравится тем, что она никакой воды, она дает конкретику. Если вам надо разработать ключевые показатели эффективности, пожалуйста, можете посмотреть, в этой книге очень много примеров, ярких документов и все-все-все. И еще одна книга, которая мне очень нравится, это моя настольная книга, это «Энциклопедия. Система мотивации и оплата труда». Это Бергер написали, Дороти и Ланс Бергеры. И там, а не составители, там очень много различных статей разных авторов по разным направлениям, в том числе и материальной мотивации, в том числе и премирование. Просто они делятся опытом, как делают там. Книга достаточно такая большая, объемная, но там есть что почитать. Правда, разные подходы, очень интересные. Ну и, конечно же, кроме книг, я вас приглашаю на семинар «Практикум», который называется «Построение эффективной системы оплаты труда. Типичные ошибки, практические рекомендации». Это действительно практику. И ближайшая ученая группа уже в мае, по вечерам будет на мамонке проходить с 18.30 до 21.30. 16 академических часов. Если вас не устраивает это время, пожалуйста, приходите. У нас в режиме открытого обучения этот практикум проходит. Тоже можете у нас присутствовать. А теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Мы вложились, все хорошо. Теперь можно вопросы. Коллеги-вебинаристы, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас очень популярна, ну, в последнее время достаточно популярна такая система оплаты труда, при которой ставится минимальная закон о установленный предел. Дальше, в принципе, это оформляется премией ежемесячной. По сути, это то, что объявлялось как зарплата, как оклад. Ну, грубо говоря, там 10 тысяч ставится аквар, а 150 тысяч ежемесячная премия. Независимо от того, показатель, непоказатель. То есть таким образом это делается для того, чтобы, если организация не делает серую черную зарплату, а белую, то она себя таким образом пытается обезопасить от неративных, от того, чтобы расстаться без особых проблем и в случае чего просто как раз устроить это премирование и все. И человек сам не может работать на 10 тысяч. Или же там декривницы, которые выходят, они желательны. Я говорю, да, ну вот 10 тысяч, даже средняя твоя зарплата сейчас уже она после там террулета, она не может уже быть. То есть она больно, да, получается. вот как вы в вашей практике будете с учетом? На мой взгляд, это завуалированный штраф или депримирование. Во-первых, с точки зрения законодательства это неверно, потому что всегда можно доказать, что это было депримирование. И во-вторых, с точки зрения менеджмента это, конечно, не мотивирует абсолютно. Ну, если мы поставим себя на место работника, мы понимаем, что это нас не мотивирует. Почему работодатели это делают? Они, наверное, считают, что таким образом они выигрывают и защищаются от якобы нерадивых. Но та же самая женщина с ребенком, которая вышла из отпуска по ходу за ребенком, она может обратиться в суд и действительно может доказать, что это такая постоянная премия и что ей обязаны это выплачивать. Ей даже не надо будет запрашивать никакие документы, просто суд запросит эти документы у работодателя, когда будет судебное разбирательство. И работодатель должен представить такие документы, как, например, положение об уплате труда. Если она не грамотно сформулирована, а я подозреваю, что она не грамотно сформулирована, тогда, да, будут проблемы. Я бы его сформулировал, увязал как раз с ежемесячным финрезом. А за что депримируем? Почему мы ей не выдали эти деньги? Вот как мы это пропишем? За невыполнение каких-то показателей тоже можно ей установить и письменно задать задание. Это называется штраф 193 статья Тодого кодекса и это запрещено. Да не штраф этого. У меня белая компания, окладно-премиальная или там часовая тарифная ставка. Мы редко, но используем этот рычаг, потому что, вот я уже говорила, у нас бизнес отличается от всего остального. У нас, начиная от того, что у нас действует отраслевое тарифное соглашение, в котором большая часть плюшек прописана, которые не снились работникам, обычно тем же менеджерам, да, поэтому у них небольшая там часовая тарифная ставка, но они добирают другим. Так вот, они вот эти вот все плюшки на отбавке за выслуги лет, они воспринимают как обязанность уже работодателя. Работодатель им обязан всем, они не обязаны ничем. И доходит уже до смешного, когда начинаешь, они приходят, топают, орут, требуют права свои, качают. Тут же на следующий день выезжая с проверкой, его в 3 часа на работе нет. Или он там в коматозе пьяный валяет. Или они там по магазинам шляются. У нас опасные промышленные объекты. Поэтому очень легко это доказать. Что доказать? Что вы депримировали человека за то, что он на рабочем месте нарушил... Я в прошлом не прописала, что если у него есть цифры на арка, то нарушил неприятно. Замечательно. Давайте еще раз. Что такое дисциплина труда? Дисциплина труда – это ненадлежащее, неисполнение или ненадлежащее исполнение работникам своих трудовых обязанностей. В частности, отсутствие на рабочем месте, сюда же, нахождение и так далее. Какие меры может предпринять работодатель? 192, 193, 194 статей Трудового кодекса. Мер дисциплинарного взыскания. Замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Запрещено применять другие меры дисциплинарного взыскания, которые сейчас мы пытаемся подвести в законодательство. Если этот работник обратится в Государственную инспекцию труда или в суд, то, конечно, встанут на его сторону. Обращались неоднократно. Я прошла такое количество проверок. Не одного. Мне сейчас трудно говорить, вы это в теме, а я это не в теме. Я не видела ваших документов. То, что вы говорите из ваших слов, получается, что это депринирование. Если у вас там что-то другое написано, я просто этого не видела, тогда, возможно, это и сработает. Но, опять же, надо понимать, что написано. Я оформляю огромный пакет документов на депринирование, начиная с запроса объяснений. У вас слово депринирование есть? Нет. Не начисление премии. Ну да, конечно. Не начисление премии то же самое. Я оставляю протокол заседания комиссии в расследовании дисциплинарного проступка. Вот за дисциплинарный проступок замечание, выговор и увольнение. Да. И параллельно у меня прописано, что если он имеет дисциплинарное взыскание, премия выплачивается. Не начислять. Премия выплачивается в случае наличия дисциплинарного... Ну да, тогда правильно. Тогда правильно. Но, опять же, если на позитиве, если мы подводим это к не начислению или к депринированию, это как наказание может быть расценено. А если мы говорим, что премия выплачивается только в случае соблюдения трудовой дисциплины, тогда да. Ну да, то же самое. Сейчас проблема с дистанциологами. Они же там должны выходить на связь, отчеты, присылать. Да, 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 да. Конечно. Я прошу прощения, тут вопрос можно я озвучу. Анастасия спрашивает. При выплате премии и бонусов издается приказ на выплату. Если под видом бонусов выплачиваются премии, так как в локальных одни прописаны именно так, как премии. Ну да. Дело в том, что что такое бонус? В законодательстве нет понятия бонусов. Это такой менеджерский термин. Это процент от прибыли. Но это тоже вид премии, разновидность премии. Поэтому если вы будете бонус называть премией, да, никакого нарушения здесь нет. Спасибо. Сейчас кандидаты спрашивают, какой процент премии, если она постоянная, то есть они еще задумывают. Ну конечно, сейчас все продвинутые. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. Если все-таки остались вопросы, вы можете отправить по адресу электронной почты. И приходите, всегда рады видеть вас в нашем центре. Спасибо.